В ходе рабочего визита помощник президента посетил ряд крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса. Одним из них стало производство компании «Карельский профиль», где создают каркасные дома. По мнению Максима Орешкина, государству нужно поддержать представителей отрасли. На федеральном уровне уже готовят ряд предложений. Ожидается, что глава государства обсудит их на отдельном совещании с участием глав регионов. В целом ситуация в экономике за последний год значительно изменилась. Изменилась логистика, изменились рынки сбыта, изменилась доступность тех или иных поставщиков. Поэтому экономика меняется, мы видим, как это происходит. В том числе мы видим это сейчас на карельских предприятиях. Находимся как раз на одном из таких предприятий, который может быть бенефициаром новых возможных решений. Это предприятие по производству домокомплектов. Сейчас очень активно обсуждается вопрос создания типового ипотечного продукта для покупателей таких домов. Как рассказал Артур Парфенчиков, республика подготовила ряд своих инициатив, направленных на помощь предприятиям лесной отрасли. У нас очень качественная древесина. Сейчас понятно, есть определенные сложности с переориентацией рынков. Рынки сейчас находятся от нас далеко. И, конечно, мы вместе работаем над тем, чтобы на какой-то краткосрочный период были созданы те преференции, которые позволят нашим предприятиям удержаться. И самое главное, отработать дальше ориентацию на внутренний спрос. Мы рассчитываем на очень серьезную поддержку федерального центра и как раз в реализации вот этих комплексных проектов по глубокой переработке древесины непосредственно здесь, на территории нашей страны. И, конечно, какая-то часть производства может создаваться в Карелии. В ходе рабочей поездки в республику помощник президента России также посетил ДОК «Коливало», Русский лесной альянс, Соломинский лесозавод и Кондопорский целлюлозный бумажный комбинат. Анна Ильчик, Борис Касьянов, Служба новостей.